Привет! Это игра под названием Жизнь странная штука перед штормом Так, надо пойти в комнату мамаши и набрать свой телефон Полотенце Любимое полотенце капитана синей бороды Мама закрашивает седые пряди, чтобы произвести впечатление на своего парня Может, седые волосы его криптониты, мне стоит покрыть свои волосы в серый? Я не помню, они у нее потом разноцветные были или как? Ладно, идем Фотография Дом, милый дом Тот, кто сказал, домой возврата нет, видимо, был из Аркадии Бэй И он мог бы вернуться домой, просто не захотел Так Все, комод, что здесь? Вряд ли что-то интересное Меня бесит, что напрячет все старые фотографии с папой Поставить на комод Ну, давай Только она потом опять уберет Ты не заслуживаешь того, чтобы тебя просто взяли и запихнули Сюда Что означает этот значок? То, что это повлияет на что-то? Так, вот ее телефон Как мама может смотреть на это фото каждый день и замечать, с каким уродом встречается? Не надо никуда нажимать Похоже, мой телефон где-то рядом Да Можно посмотреть на сумочку Не могу поверить, что когда-то я лазила сюда за ее косметикой Мама на старое обручальное кольцо Должна достаться мне, если я когда-нибудь отупею Настолько, чтобы выйти замуж Вторая категория Да иди ты Стоп, мама продает свое обручальное кольцо? Ну, видимо, оно тебе не достанется уже А этот значок означает то, что есть новый диалог Да Мама снова заправляет свою постель Думаю, это хороший знак Книга Мне кажется, вызов бы уже давно сбросился Иногда, чтобы высоко взлететь, нужно упасть на самое дно, чтобы хорошо оттолкнуться Фу Никогда не сдавайся, одна из краз сжигает лес Уже лучше Ну и можно посмотреть, что в комоде и топать уже Зачем вам хранить эти старые каталоги? У нас же все равно нет денег, чтобы что-то заказывать Ладно, топаем Где он? Так, телефончик А вот и ты, интересно, сколько у меня пропущенных? Мама, новое сообщение, Эллиот Ну, можно прочитать Для начала Присоединишься к ужину? Не, спасибо Ты домой сегодня собираешься? Хлоя, ты придешь к комендантскому часу На твоих действиях будут последствия А Эллиот что пишет? Тест по испанскому дерьмо Повезет, если сдам Оу Да, думаю, все, норм будет Окей Какие планы? Это так, нужно одну фигню сделать Хотя, ну ладно Сделай да запахи меня Ты уже третий раз не делаешь Да, я уже и так все Знаю Хлоя, завтрак И захвати с собой мою сумочку, пожалуйста Да, да, будь сделана Сказал бы сразу Кажется, я видел мою сумочку в ее комнате Да, она лежала где-то здесь Ой, а можешь еще и мой телефон захватить? И хватит копаться Мне нужно с тобой поговорить Эта фраза уж точно не заставит меня поторопиться Ну, я тут все осмотрел Поэтому можно топать Иду, мам Наконец-то, можешь положить сумочку на обеденный стол Если поторопишься, успеешь позавтракать Стол Я иду к тебе Что Дэвид делает тут в такую рань Мама зовет его просто другом Но вы только посмотрите на него Притворяется, что не ночевал у нас Стоп, это из-за Дэвида мама заправила постель сегодня утром? Фу Ладно, она победила Никогда больше не зайду в ее спальню Привет Ложи мою сумочку на стол, пока не забыла На какой стол? Папина старая копилка Матюгальник Мы потратили... Его последнее! Я не успел Ругательство на проезд и молоко Куда ее надо положить? Можно конкретнее? Что это? Спасибо, мы тут одного уже поддерживаем Поддержим наших ветеранов Пятно от вина Тут мы с Макс пролили мамино вино Думаю, мама не сменила ковер только, чтобы продолжать На меня злиться Фотка Как же ты, наверное, рада, что уехала в Сиэтл, да, Макс? Ни разу не оглянувшись назад Обеденный стол Клоэ, у меня еще куча дел Бегом сюда Нужно подойти к ней, пока она не вышла из себя Зачем подходить? Привет, мам Ты хотела со мной поговорить? Когда я отправляю тебе текстовое сообщение Как этой ночью, Хлоя, я жду ответа Можно просто сказать сообщение Не обязательно добавлять текстовое Жду ответа без твоего ехидства Я спала Ну, блин, она, наверное, знает, что не спала Спасибо Это все, о чем ты хотела поговорить? Да что с тобой, Дэвидом, такое? Вы всегда сразу же берете быка за рога Почему мы просто не можем мило побеседовать перед школой? Скажи-ка мне лучше про кольцо Клоэ, ювелирные изделия отправляют на оценку по разным причинам Например, для страховки Хорошая отмазка Как насчет того, чтобы не заходить в мою спальню, когда у меня там нет Как насчет того, чтобы не просить принести тебе твою чертову сумку, а? Ты ведь понимаешь, что я ненавижу твоего парня всеми фибрами души, да? Клоэ, ты его не ненавидишь Он зовет меня дамочкой Он просто говнюк Но он слегка старомодный Ага, старомодный говнюк Точно, тема школы, моя любимая Раньше тебе нравилось учиться А еще я раньше думала, что наркотики отстой Мне бы хотелось, чтобы ты так не шутила Давай не будем ругаться Я приготовила тебе завтрак Спасибо, я попозже чем-нибудь перекушу Сейчас кое-что расскажу Тебе понравится Как-то раз я приготовила яичницу из четырех яиц Два для себя и два для Дэвида И тут он спрашивает А ты что будешь есть? Мне это должно понравиться Не выспалась, да? Будешь знать, как нарушать комендантский час Чего? Я знаю, во сколько ты пришла домой прошлой ночью И не думая, что сможешь прогулять К школу, раз снова пропустила автобус С чего ты взяла что? Как ты думаешь, кому звонят из школы из-за твоих пропусков? По-твоему, мне нравится? Врать, что ты болеешь, чтобы тебя не отчислили Я знаю, как пахнет травка Твои оценки, твое пренебрежение моими правилами Я вижу, как ты катишься по наклонной Меня это беспокоит Мам, не ожидай от меня многого Тогда и не разочаруешься Никогда Тебе нравится то, чем ты сейчас занимаешься в жизни Хорошо, продолжай Деньги, отложенные на учебу, пригодились бы семейному бюджету Может, меня нужно оставить в покое А может, тебе всего 16, ты сама не знаешь, чего тебе нужно Дэвид считает, что тебе нужно взять визжевые рукавицы Дэвиду не стоит лезть не в свое дело Думаю, это хорошо, что Дэвид проявляет интерес к твоему воспитанию Он хороший человек Может, он смог бы помочь Ну, про батю своего скажем Это несправедливо Я рада, что в твоем сердце по-прежнему есть место для твоего отца Но иногда нужно давать шансы другим людям И иногда, когда отчаяние и одиночество достигают своего пика Мы даем шансы абсолютно Не тем людям, мам Дэвиду тоже были тяжелые моменты в жизни Если он будет любезен Поделиться своим опытом Я бы хотела, чтобы ты послушала его Да пусть только попробует на пушечный выстрел ко мне подойти Когда он сегодня повезет тебя в школу Очень смешно Ты будешь милой Ты будешь вежливой И ты его поблагодаришь Погоди, ты что, серьезно? Да это же... Да это же что, Хлоя? Ох, мама старается все уладить Может и мне попытаться Но зачем нам с ним нормально общаться Если это означает, что придется притворяться и делать вид, будто все хорошо В смысле? Отнестись с пониманием или сказать, что чувствуешь? Ну, раз она просит Мам, я знаю, что тебе сейчас много всего навалилось Спасибо, знаю, что я не нужна тебе так, как раньше Но ты мне нужна Ты всегда будешь мне нужна Ты же моя мама Я кажусь тем, что ты не по годам самостоятельная девушка Но помни, что не весь мир настроен против тебя Скажи это всему миру Ты невыносима Но я люблю тебя И я тебя люблю Мгу, Дэвид ждет Ему нужны ключи Они в той пепельнице, что ты сделала для меня И постарайтесь не убить друг друга Ладно, только если он начнет меня поучать Или как-то косо смотреть на меня Хлоя Или вообще смотреть на меня Хлоя Мам Хорошего тебе дня И тебе Принсида, я веду ключи Это чуть ли не самое унизительное, о чем мама могла меня попросить В воздухе витает божественный аромат бекона А у меня все равно тянет запихать себе в рот эти сахарные шарики Как так? Ого, сын Шона Прескотта, Нейтан, ходит в мою школу Яблочко от задницы недалеко падает Закрытие судостроительного завода Застройщик Шон Прескотт пообещал, что когда он приобретет завод, увольнения будут минимальными А на неделе сообщил, что прекращает все работы, начиная с этого момента Далее последовала неудивившая сторожила в городе ликвидация пенсионного фонда Союза портовых грузчиков Аркадии Бэй Мишель Кинси, юрист-консультант фонда Прескоттов, оправдала эти действия правом возмещения непогашенных долгов Связаться с Шоном для получения его комментариев не удалось Почему же мне вдруг захотелось позапускать фейерверки? Объявлено предупреждение о лесных пожарах для всех жителей Аркадии Бэй Разведение костров и запуск фейерверков на запрещенной территории облагается двойным штрафом Ректор Рэй, позвольте подчеркнуть, что у меня гигантская палка в заднице, спасибо Еще Хлоя, ты нищая, и у тебя проблемы Увеличение платы за обучение Позвольте подчеркнуть, что это происходит не из-за финансовых проблем, утверждает ректор Мы изучили стоимость обучения в престижных академиях такого же рейтинга, как наши И просто хотим оставаться конкурентоспособными Родители учащихся Блэквелла вкладывают деньги в будущее своих детей, а не в дома для отдыха Далее Уэллс сообщил, что вдобавок к стипендии за отличную успеваемость Существует стипендия в зависимости от потребностей для учащихся с высокими показателями академической успеваемости А где ключи? А вот и ключики Надо скорее отдать их Дэвиду, чтобы он умотал отсюда Мы их защитим Нет смысла оттягивать пытку поездкой в школу с Дэвидом Пожалуй, надо идти Поливать цветы в доме моя обязанность, но на поминате об этом мне должен был папа Так что тут никто не виноват В письмах из Блэквелла никогда не бывает ничего хорошего Мама снова проблемы с оплатой учебы Моя стипендия не покрывает все, блин Как будто мне нужно было Уэллс Чтобы Уэллс начал еще сильнее до меня докапываться Общая задолженность 550 долларов Вот если бы она не курила травку И отдала эти 200 долларов своей матери То это было бы получше Привет, это Хлоя Стеф Гингридж, привет У меня твой диск, можешь забрать перед школой? Спасибо Ладно, надо выходить Ну и кусок дерьма Да и тачка тоже И почему вы, женщины, собираетесь в целую вечность? Надеемся, что вы, мужчины, уедете без нас Нет, мам, клянусь Он сам себя без остановки лупасил монтировкой До смерти Похоже, изоляция электрода повредилась Ты знаешь, для чего нужна свеча зажигания? Да Она воспламеняет Ты что, не слышал меня? Я сказал, что знаю Тогда принеси мой набор Ключей Ну и что это? Драгоценное семейное время Провождения Нужно поскорее найти ключи И покончить с этим Самый крошечный член во всей Шкоди Бэй Почему это Дэвид оставляет свой хлам в нашем гараже? Он что, планирует к нам переехать? Ищик с инструментами Шанс, что я разобью ему ими рожу 50 на 50 60 на 40 Может 90 на 10? Что здесь еще есть? Огнетушитель Стереосистема Камера Старая отцовская камера Для таких вообще еще выпускают пленку? Упс Похоже, мама снова разгребала вещи Раньше она висела в гостиной Кажется, с того момента прошла целая вечность Газонокосилка Газонокосилка Дэвида Может, нам с мамой и так наш газон нравится Об этом он не подумал? Папин ящик с инструментами Он так воодушевлялся, когда что-то давало течь или ломалось А в них есть глава о том, как завести без ключа тачку маминого хахаля, чтобы столкнуть ее с обрыва? Друг спрашивал Думаю, что нет Держи Мог бы и сам сходить, можно было и побыстрее управиться Можно было бы и спасибо сказать Видишь, в чем проблема? Все указывает на Отложение сажи Знаю, что бы действительно могла преуспеть в этом, если бы перестала выделываться Мое выделывание делает меня особенной, Дэвид Ладно Стукнуть кулаком, а кулак оставить жесть без ответа Ну блин, ну давай Ладно, так и быть Эй, ты не собираешься забрать свои инструменты? Каждому дому нужен хороший набор инструментов У нас как бы уже есть Ну что, погнали? Господи, только не говори со мной Не говори со мной Я хочу с тобой поговорить А мне обязательно любить друг друга, но ты будешь уважать меня Ты и так уже сполна Насладилась отсутствием отцовской фигуры Так что есть пара вещей, которые я хочу прояснить Раз и навсегда Закрыть эту тему Уважать его, думаю, пора показать этому ублюдку, что мне плевать на все, что он хочет там сказать Нет Нет Боже Можно я загружусь, пожалуйста? Я же обещал матери Я не хотел его оскорблять Ой, Джойс, твоя мать, она переживает, переживает за тебя Тебе тяжело пришлось, не спорю Но все эти гуляния, допознания, послушания, алкоголь Главство наркотиками Это лишь все усложняет для нее Тебе следует взяться за ум Собраться И хоть раз поставить на первое место кого-то, кроме себя Неясно выражаюсь Не совсем свихнулась, если думаю, что частично согласно с доводами Дэвида Поняла Нам действительно пора ехать Рад, что мы поняли друг друга Кантри А, это ее воспоминания А мне понравилась эта песня Так, сделай погромче Теперь сделай потише Куда мы едем? Пап Это же неправильно Я в курсе, для чего нужна свеча зажигания, козел Приехали Эй Эй Что за Ходи, Хлоя, ты опоздаешь Ой, ладно, спасибо И не используй против меня свой сарказм, юная леди Я вижу, как ты закатываешь глаза К ним, в общем Вообще, я говорила, что Я все вижу Хватит выпендриваться Скажи спасибо, что я не искал конфликта А? Сейчас бы ты плакал там сидел Потому что я бы победил В нашей перепалке Сарказм Сарказм Как-то тихо Привет, Хлоя Привет, Элиот Слышал, у тебя была чумовая ночка Все вокруг об этом говорят Все вокруг могут соснуть Прошлую ночь не сборзит ни один хейтер в соцсетях Так как насчет буря? Да, точняк Я знаю, что будет скучно Я подумал, может, скучишь со мной завтра Хватит подкатывать Я не знаю Стоит ли ей устраивать личную жизнь? Ну, давай У меня есть правило Не ходить в школу больше, чем нужно Но посидеть на задних рядах И пожать на этот театрал И может не такая уж отстойная идея И именно я тоже так подумал Ладно, увидимся на химии Да, конечно Нужно найти Стефа и забрать у него мой диск Для занятий время еще есть Цель Неплохо Ну, точно не сейчас Клуб любителей научной фантастики Неплохо А где ее найти-то? Спасибо, эй Я у столиков для пикника С майки Спасибо, бегу Это вон там? О, Виктория Как дела? Перри Прайс Я Хлоя Точно, я просто придуриваюсь Люди воспринимают меня слишком серьезно С тех пор Как я выиграла награду Юного фотографа Вестника Да ладно В связи с этим Клубом Циклон Очень тяжело Уговорить людей Не прославлять меня И все такое Но ты ведь все об этом знаешь Ведь ты с Рэйчел Эмбер, так? Подожди, а что насчет Рэйчел? Рэйчел выложил шикарное селфи Когда вы отжигали Рассказывай Мы убили человека Она такая смешная Серьезно Я и не думала Что вы с Рэйчел Так близки Ничего мы не близки Так что ей нравится Ну, знаешь Ее фетиш Это наркота Я не осуждаю Ей Явно нравится Какое-то дерьмо Если она тусует с тобой Обалдела Серьезно, я не знаю Ударь ее Все ее любят Маленькая Мисс Совершенства Ты завидуешь Рэйчел Вот что происходит Понятно Боже, у меня нет на это времени Я даже не закончила свое задание по химии А ты тут Ведешь себя как ты Фу Испортить ее домашку Да ну ладно уж Зачем Рэйчел Эмберт тусоваться с Кэрри Прайс Я Хлоя Да блин, тут со всеми что ли говорить можно Привет, Хлоя Привет, Саманта Что читаешь? Кто боится Вирджинии Вульф Я читал ее в прошлом году на литературе Я не думал, что ты делаешь домашку Обычно нет, но эта пьеса мне зашла Что тебе в ней понравилось? Я не знаю Я такого не читал Она грустная Не уверена, шутишь ты или нет Прости, я иногда немного тормоз Я иногда немного стерва, так что все хорошо Люди всегда так говорят, но я думаю, что на самом деле ты Прости, Хлоя, никто так не говорит Я даже не знаю, о чем говорю Можно я пойду? Не сомневаюсь Ты немного меня задолбала Все, можно бежать к ним Если бы я знал, что Небесный Мститель истекает кровью Я бы дал ему зелье Задроты Это была проверка способностей Зелье бы не помогло Проверка способностей Это часть настолки, в которую мы играем Тебе не понять Хочешь поспорить? Круто Пронесла мой диск Легущий по лезвию Режиссерское издание Вот Зашибись Пять баксов, так? Оставь себе Я просто рада, что кому-то нравится классика И ты попросила Режиссерскую версию Дефиковый закадровый голос Заменен Отличной сценой во сне Сны важнее реальности Мой девиз по жизни Яблочко Ты не знаешь, а Рэйчел Геймер? Рэйчел Эмбер Ты меня спрашиваешь? Разве вы с ней прошлой ночью не на свиданку ходили? Или вы типа просто друзья? Мы не друзья Отлично Стеф влюбилась Клоэй, ты должна сыграть с нами У меня сейчас нет 50 часов Но все равно спасибо Мы уже в самом конце игры Так что это займет минут 20 Чем еще заняться перед уроками? Ну давай Вот твой лист персонажа Ты эльф-варвар Ну ладно Может не надо уже его дальше унижать Класс Смогу представить себя эльфом-варваром Я знаю Я в этом шарю Отлично Давайте начнем Вы оба знаменитые герои королевства Когда-то мирны страны Теперь разрушены жестокими мародерами Блэк Вэлла В полном одиночестве Ты пробился через лагеря разбойников В поисках их вождя Входя в последний лагерь Уставший и заляпанный Она это на ходу придумывает? Кровью Ты видишь другого героя Приближающегося с противоположной стороны Я приветствую тебя Подняв свой посох Можно я уйду? Мне уже не нравится эта игра Представь своего персонажа Да, хорошо Я эльф-варвар И меня зовут Варва Нет, нет, нет Стеф Эй, дай Варви шанс Хорошо Два героя Подожди Эламон, прищурившись Осматривает стоящую перед ним эльфику И говорит А здесь что, победить? Бессмертного Во имя короля Что делаешь Ох Согласно моему листу персонажа Я не знаю, если я выберу левый То что она скажет Но можно правая Однажды я проткнула мужику грудь мечом А тот прошел насквозь и убил еще и чела Стоявшего сзади Честное слово Вы стоите на распутье Слева находится тренировочная площадка Справа Тюремный Лагерь Прямо находится огромная Ой, боже Куда вы пойдете? Вперед, да? Но ведь нужно убить этого Дур-дебила Эламон Хмурится У разбойников может быть неплохой лут Они, наверное, жалеют, что позвали меня в свою игру Твой выбор, новичок Куда ты хочешь пойти? Можно покинуть игру Но пошли в тюремный лагерь Перед вами открывается вид на железные клетки Внутри каждой из которых находится Пленник человек Просящий вас о помощи На страже стоит только маленький старый Драконит Он замечает вас в страхе и закрывает себя В одной из пустых клеток О, бедный парниш Что такое драконит? Дракониты это маленькие драконолюди Они засранутся У него наверняка все ключи А, хорошо Эй, дерьма кусок Вылезай оттуда Драконец скачет, бренча перед вами с вязкой ключей Он кричит на странном языке То, что он говорит, наверняка нелестно У тебя не завалялось в мантии каких-нибудь полезных заклинаний? Ничего, что не взорвало бы клетку и всех внутри нее Запугивание Самое время У меня есть эта способность Могу я ее использовать Хочу, чтобы маленький Ублюдок обосрался Ты можешь попробовать? Что ты говоришь? Слушай сюда, ты мелкая ящерица К сожалению, он не знает вообще диалект Что означает, что он Я кастую на дракони до общения Черт, серьезно? Теперь он понимает все, что ты говоришь Время для настоящей магии Он называется проверкой способностей Когда ты пытаешься О, я знаю, что делать Я хватаюсь за прутья клетки и наклоняюсь поближе Он отступает Его чешуйчатая кожа дрожит от страха Что ты говоришь? Драконы-сакуны Сапоги Мясная кукла Я шевелю рукой Эй, драконоид несчастный Хочешь стать моей мясной марионеткой? Я засуну тебе руку в зад так глубоко Что смогу двигать твоим ртом И заставлять говорить все, что захочу Эм Ему кажется, не нравится эта идея Мне тоже Драконит молит тебя Пожалуйста, не трогай меня, о, высокий Но я не помочь Не можешь дать ключ Дур... О, боже, выше и сильнее тебя Умрешь от старости Ты мелкий, говорю я Но я всегда могу сделать тебе еще мельче Отдай ключ Или я отрублю тебе ноги и забью их до смерти Имя Драконит сжимается перед тобой Посматривая по сторонам Он открывает свою пасть И... Я прерываю вопль Просовывая свой топор в клетку И прибивая его голову к стенке Потом я говорю следующее Это будет круто Вот как все будет Я срежу из твоих костей кожу А затем сделаю из нее кожаную сумочку Куда запихну твои останки Чтобы брать тебе с собой Куда вздумается Таким образом Когда в следующий раз Какой-то Муди не откажется отдавать мне ключ Я смогу вытащить твое тело И показать ему Что бывает Когда такое происходит Что скажешь? О, ого Это было сумасшествие Я дам тебе бонус Плюс 10 в харизме Кидай кубик Под старым... Эта история долго еще будет длиться? Лужица мочи Протягивает тебе ключи После он умирает от страха Круто Ага Неплохо сработано Почему бы тебе не начать Выпускать заключенных? Принято Ты освобождаешь пленников Они разбегаются от тебя в страхе Что теперь? Все, пока Да Тут я закончила Покеда Правда Мы только дошли до самого интересного Если идешь сейчас Ты не сможешь присоединиться позже Это слишком долгая игра Пока Мне надо идти и заняться чем-то кроме этого Что-то, что не это О, ну ладно Увидимся, Хлоя Да, увидимся Диска есть Следующая остановка Класс Химия Радости полные штаны Можно я зайду в школу Игра сохранится? Какого черта? Что у тебя там? Не зови меня так Норд Качок, который так туп Что из-за него все остальные качки Кажется умнее Видимо, Нейтан ему чем-то Навредил Ого Ну и странно у тебя тут Фигня, Прескотт Нет, не твой Отдай обратно Как меня бить, что ты теперь в команде И ты такой неудачник Вы оба неудачники Ладно Можете разбираться где-нибудь еще Молчу, не заговорила О-но, место в команде зарабатывают Дергун Они подкупают тренера с помощью своего папаши По крайней мере, моя семья может оплатить мне обучение Сколько пособий понадобилось Твоему отцу нищеброду Ого, Нейтан Как низко Мой отец потерял свою работу Когда твой ее закрыл А ты решил на меня побычить Отстань от Нейтана А что знаешь А знаешь что, Прескотт Я сделаю тебе одолжение Ты не можешь быть в команде И одновременно заниматься этой фигней Ты кусок дерьма Я убью тебя Прекратите, ребята Хватит Ой, сделай что-нибудь Не стой Столбом Ох Опять унижать что ли кого-то Ну давай Единственный способ победить хулигана Быть агрессивной Нужно опустить Дрю Отвали, идиот Что ты мне сейчас сказала? Отвали Идиот Идиот Не привык к таким длинным словам Не бойся Ты серьезно защищаешь Нейтана, Прескотта? Как начнет побаковать на кого-то своего размера Который я слышала крайне мал Ну ты долбанутая Займись своими делами Да, я долбанутая Ты понятия не имеешь, насколько я долбанутая Подложи наезжать И узнаешь Ты правда хочешь в это ввязаться? Ты о своем легком флирте с Нейтаном? Тебе он явно нравится Давай уже дерни его за косичку Ты что, только что засмеялась? Ага, Хлоя тебя поимела Заткни Хлебала Ты заткнись Молодцом, Саманта Это раз тебе повезло, Прескотт Тебя две девчонки спасли Забирай свою извращенскую книжку В порядке? Думаешь, мне нужна помощь от тебя? Всегда пожалуйста Вот он, чумошник С тобой все хорошо? Спасибо, что заступил из-за него Люди думают, что только из-за его семьи Все хорошо? Никаких проблем, скип Наконец-то Сохранение Что там мама пишет? Я рада, что мы поговорили Я тоже Я знаю, что ты стараешься изо всех сил Люблю тебя Думаю, на этом можно закончить Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok